Золотого дюка Золотого дюка Золотого дюка Еще такой момент 1200 мест в этом фестивальном дворце Соответствует такому же количеству мест В главном фестивальном дворце Венецианского кинофестиваля Потом мы расширяемся И очень быстрыми темпами Спасибо Мне повезло, я начинала в кино в 60-х годах, и я в этой профессии уже 54 года. Я уже точно не помню, сколько фильмов, сколько ролей я сыграла, 120 приблизительно. Но самое невероятное, это, наверное, Феллини и Висконти, две противоположности. С Висконти это было как театр, все должно было быть точным. А у Феллини сценария практически не было, и все существовало как импровизация. Да, он говорил, что я его муза, потому что я родилась в Африке, и значит, я принадлежала земле, я происходила из земли. И да, мне было настолько удивительно играть в этом фильме одновременно музу и самому себе, потому что моя роль, это Клаудия Кардиналь, актриса, которая приезжает на пробу. Он заезжал за мной каждое утро, до того как отправиться на съемочную площадку, и я была очень скромная, юная, и он действительно говорил мне, что я его вдохновляю. С Висконти я снимала 4 фильмы, а потом был Гепард 8,5, и после этого я снималась в очень многих странах, в Австралии, в Англии, в Америке, где я только не снималась. И что удивительно, сейчас я уже в определенном возрасте, и я продолжаю сниматься. Вот что, в общем-то, многим кажется невероятным. Один из моих последних фильмов, потому что я часто снимаюсь у молодых режиссеров в дебютных фильмах. А последний фильм у Мануэля Д'Оливейры, которому 104 года. Вот сегодня на Лонжероновском спуске вы будете представлять свой фильм «8,5». Часто ли вы пересматриваете свои фильмы «Лукино Висконти», «Федерико Филене» и с какими чувствами, если пересматриваете? Я не испытываю ностальгию, я живу настоящим моментом. И, конечно, я приглашаю меня на многие фестивали, поэтому я получаю возможность посмотреть старые фильмы. Это прекрасно. Клаудио, вы, конечно, были музыкой великих. А есть ли сегодня режиссеры, музыкой которых вы бы хотели быть? Спасибо. Как вы говорите, «Этро-la-муз»? Я говорила, что я люблю играть с молодыми режиссерами, потому что сейчас нет денег. Это сложно сделать фильмы. И, так, я, dernière, я снимаю в Истанбул, с первым фильмом, в Нью-Йорк, в Туниси. Ну, а парт Мануэль Д'Оливер, которая 104 года, я тоже снималась у одного очень молодого режиссера, и съемки происходили в Стамбуле, в Нью-Йорке, в Тунисе. И, кроме Мануэля Д'Оливери, которому 104 года, я скоро буду снова сниматься в дебютном фильме. Это мне напоминает гепарда. Можно? Скажите, пожалуйста, вы такая уникальная женщина, вы общественные дети, у литературных, какой только угодно. Понимаете, ваши роли настолько необычны, и сыграть их действительно очень большая сложность. Скажите, пожалуйста, что вы неприятнете в киноискусстве, и как дела у Патрика? Спасибо. Ну, да. Ну, да. И, кроме того, я выполняю достаточно много таких вот социальных миссий, и я являюсь послом ЮНЕСКО по правам женщин. И я очень много занимаюсь защитой окружающей среды и различным акциям, направленным на борьбу против СПИДа и поддержку детей Камбоджи. Подарок для, на наш взгляд, великой и неповторимой актрисы. Мы создали великий и неповторимый коньяк. Коньяк? Да, абсолютно верно. Этот коньяк, он, по своей сути, создан в мире, только есть несколько бутылок этого коньяка. Это эксклюзивный. И сейчас я хотел бы вам его подарить. Вы мне его презенте. Он он бы презентет. Вау! В этом коньяке есть коньяк, и есть коньяк, и есть коньяк, и есть коньяк, и есть коньяк, которые ты считаешь. Камбоджи, 50 лет. И эскрики? И алког, и алког. А, вер? Спасибо. Спасибо.